так всем привет друзья жду пока вы присоединяетесь пока скажу что сегодня у нас будет спокойный но мне кажется один из самых главных эфиров которые я проводила и это будет очень крутой эфир для вас поэтому если сейчас вашей жизни происходит такой момент когда у вас есть в голове так узнайте поиск вопросов точнее поиск ответа в голове есть вопросы запросы и вот знаете хочется ну вот вот хочется что-то понять хочется какой-то себе получить знак хочется какую-то поддержку понимания я думаю что в этом эфире вы все это найдете поэтому я вам рекомендую посмотреть его до конца можно изначально на каком-то фоновом режиме а затем взять карандаш ручку и обязательно пересмотреть потому что мне будет сегодня вам что сказать я когда думала про этот эфир я поняла что естественно что я хочу его посвятить рассказать вам о своем продукте новом марафоне рерайтер жизни но это будет не история про то какой классный этот марафон да потому что там а это будут как раз смыслы которые я заложила в него потому что когда это что-то новое создаешь не знаю как чем вы занимаетесь да как бы если у вас бизнес или какой работой вы занимаетесь но для меня например всегда очень важна идея того чем ты занимаешься то есть какой-то знаете вторичный смысл до глубинный потому что если я не понимаю для чего я это делаю то для меня это механическая работа которая лишена всякого смысла мне кажется что очень многие люди от этого и страдают потому что они не понимают своей такой знаете вторичной выгоды да там ну я просто хожу на работу просто зарабатываю деньги это наверное самое скучное что может быть вот когда я делаю какие-то свои продукты я все время для того чтобы сделать меня внутри должно что-то родиться да то есть я должна объяснить себе что происходит проанализировать это потом подумать а происходит ли это с другими людьми и затем у меня рождается некий продукт и проект который очень отвлекается другим людям но вот в моей практике это так работает вот сегодня хочу вам рассказать как раз про эту штуку и начну наверное с такой первого момента который родился у меня если кто-то кстати не знает меня зовут Оля Ермилова я занимаюсь тем что я изучаю и обучаю людей как с помощью изменения своего мышления влиять на свою жизнь и то что я сказала марафон рерайтер жизни это марафон который я вела три года и сейчас сделала его полную такую реинкарнацию по полностью его поменяла потому что последний год который произошел в моей стране и я думаю что в жизни всех сознательных людей война обстановка все это очень сильно на нас повлияло и это связано кстати не только с тем что происходит в физическом мире но существует еще такая штука как вы наверное слышали уже это где-то про какой-то переход вселенский про изменение энергетических вибраций в общем ребята происходит мире такие штуки которые заставляют нас эволюционировать и пробуждаться вот но тут не будет эзотерики тут будут сейчас очень конкретные понятные вещи для тех людей которые не просто живут чтобы жить а которых что-то начинает волновать да которые как-то начинают задумываться задавать себе вопросы что как и почему как я могу улучшаться как я могу влиять на хрена я вообще живу в этом мире да вот поэтому мы соединяем с вами некая духовная с очень физическим и материальным и так давайте начнем я заметила такую штуку в себе и во всех людях что мы все говорим о том что мы хотим что-то поменять ну так вот я хочу лучшего да вот такое изменение я хочу лучшего хочу жить лучше это вроде бы как будто бы естественная штука но вот смотрите например можем ли мы с вами поехать на велосипеде если мы с вами не уделим этому какое-то время мы все понимают что нет для того чтобы сесть за руль автомобиля даже если у вас есть деньги его купить как ни крути вам потребуется время чтобы научиться водить и вы не сможете ходить в автошколу учить правила и учиться вождению если вас инструктор сажает за руль автомобиля а вы такие типа хвоща стоп я вспомнила мне надо суп сварить да у нас сами существует очень сильная проблема сейчас мы очень расфокусированы то есть мы делаем огромное количество задач мы этим гордимся но мы абсолютно не можем сосредоточиться на каком-то действие то есть мы потеряли с вами умение на чем-то концентрироваться кроме втыкания в онлайн втыкание в ленту наверное это то на чем мы можем сконцентрироваться это мы это делаем дергана но если так это назвать то мы держим в руках телефон сконцентрированы со всем остальным у нас trouble то есть например я не знаю как у вас но например мне даже фильм дома очень сложно посмотреть я могу его смотреть огромное количество времени это я буду в это время обязательно ловиться на том что я уже в телефоне я готовлю я отвечаю я занимаюсь еще какими-то задачами и просто сидеть и смотреть фильм это большая проблема или например да что бы то ни было я даже замечаю что когда я с подругой разговариваю если я не сижу с ней в физическом мире то я уже где-то обязательно летаю и делаю еще что-то параллельное с ней разговариваю тут что-то прибираю куда-то лезу то есть очень сильная расфокусировка поставьте пожалуйста или напишите какие-то метам значки плюсики минусики неважно в чат вот если вы сейчас подумали иду и понимаете что ёпсель а я тоже не могу сфокусироваться на каком-либо действии и причем если какие-то действия мы можем с вами делать параллельно например для того чтобы все-таки получить права и научиться водить машину нам придется на этом концентрироваться и если мы этого не сделаем то мы пойдем какую-то аварию тут же когда сядем на дорогу или приобретем страх вождение когда человек говорит я не могу водить у меня вот права есть я водить не могу это говорит о том что он все это время простыкал и смотрите что получается получается что мы живем по кусочкам то есть мы живем по кусочкам и вроде бы как много всего успеваем много всего в жизни делаем но мы все время расфокусированы а дело в том что когда нам необходимо ну то есть это тоже нормально но когда нам необходимо совершить какой-то переход например получить новую профессию до или там получить новую профессию это хорошо выучить язык то есть нам необходим фокус на это фокус нашего внимания и времени но не бывает по-другому вот мы не можем выучить язык про между прочим или мы не можем с вами получить профессию про между прочим до стать чем-то профессионалом вот кстати не зря в медицине до люди учатся там такое количество лет не получается сделать это наскоком но мы это понимаем немножко нам это не нравится мы все равно пытаемся наскоком поэтому мы учим язык всю жизнь да там и так далее у кого что происходит но когда мы говорим про изменения в жизни нам почему-то кажется что мы их можем получить наскоком ну ты что ну как-то там само все изменится я что-то там буду делать а ну как-то само все изменится вот это наше представление про жизнь а теперь давайте разберемся а за счет чего меняется наша жизнь качественно ну там школе понятно нам говорили что достаточно просто учиться в школе достаточно просто что-то делать что-то поменяется вот и проучился в школе и ты уже имеешь профессию точнее ты уже там взрослый потом ты поступил в институт после института террас получил профессию нам все время все мерили заметьте в измерении времени у нас с вами сложилось такое впечатление что если мы будем становиться старше то это автоматом гарантирует что у нас будут деньги у нас будет успех и мы будем взрослыми до взрослые же нам как с детства казались ого-го какие нам горели вот вырастешь и станешь таким но качественно наша жизнь меняется только потому что мы становимся взрослыми нам с вами с приходом возраста могут начислить только пенсию это с нюансами как в этом работали это за такую пенсию за которой вы не выживете то есть оказывается что возраст и качество жизни не связаны между собой оказывается что можно быть богатым в 15 с блогом влогом да еще чем-то оказывается что можно быть бедным в 50 60 80 то есть эти вещи не связаны и складывается следующий момент что что же тогда нужно делать и вот мы начали разбираться взрослые люди да кто-то из вас стал а кто-то нет мы стали разбираться в том что как жизнь меняется за счет чего ну вот я вам приведу несколько примеров что например мы сами знаем мой любимый пример что наше тело меняется исходя из того сколько калорий мы потребляем и как как мы его тренируем так мы понимаем что если мы будем следить за своим питанием и тренировать его у нас будут появляться мышцы там что-то еще с мозгом происходит такая же штука потому что если рассказать объяснить простым языком то ту информацию которую мы потребляем да с какими людьми мы общаемся на какие темы мы общаемся да например занимаемся каким-то своим самообразованием мы занимаемся своей профессией мы занимаемся повышением себя развитием себя или мы обсуждаем бесконечно новости и другую другие вещи которые никак нам не помогают изменить свою жизнь это напрямую влияет на результат да ну я думаю это очень простой пример вот есть понятно что если мы целый день сидим и обсуждаем какую-то херню да вот бывает вас такой день вы просмотрите ничего не сделали а бывает вы поставили себе цели и задачи какие-то да и вы все выполнили и ощущение совершенно разное и результат дня совершенно разные так вот получается что вроде бы было бы неплохо заниматься развитием как это может быть например меня очень сильно я про себя да буду говорить я очень сильно вдохновляюсь когда я смотрю видео образовательные или интервью успешных классных людей или с каким-то контентом который не интересен то есть не с контентом там интервью развлекательного характера или стендап шоу а с контентом который меня дает мне пищу для ума который меня вдохновляет мотивирует который дает мне какие-то классные идеи который включает во мне процесс творчества моего мозга и мой мозг начинает работать и я думаю блин классно было бы смотреть такие видео каждый день хотя бы по часу времени ну хотя бы по часу здорово дальше меня очень сильно развивает обучение в какой-то сфере которая мне интересно будь это мое саморазвитие будь это медитации неважно разные вещи мне интересны и я понимаю что когда я на этом фокусируюсь и когда я это делаю регулярно моя жизнь меняется потому что меняюсь я я прекрасно отдаю себе отчет в том что для того чтобы моя жизнь менялась например я занимаюсь ментальными практиками виду там дневники до которые помогают мне там занимаясь саморефлексией для того чтобы анализировать что я чувствую чего хочу как я действую стратегические бизнес-сессии я делаю например да со своим партнером чтобы понимать какое направление идет наш бизнес какую мы идею несем какие мы ставим перед собой цели и задачи так вот на это все нам необходимо время время которое мы должны сознательно выделять я хочу дать вам первую очень важную мысль вы не сможете качественно изменить свою жизнь если вы не примете такое решение и на это не создадите ресурс времени то есть не бывает такое человек живет в него в жизни у каждого из нас вне зависимости от наших жизненных результатов независимости от того кто кем является у кого есть хорошая машина у кого нет никакой кто где живет и кто сколько зарабатывает у каждого из нас нами 24 часа и мы все их используем и если спросить каждого то каждый скажет что я занят но мы заняты разными вещами я хочу чтобы вы понимали что вы всегда будете заняты вас всегда не будет времени вам всегда будет казаться что ничего в ваш график не войдет но но вопрос что это за качество занятий их самый главный вопрос а довольны ли вы своей жизни потому что если с вашей жизнью что-то не то то вы точно могу вам сказать не тем заняты вы не тем заняты и первый инсайт который я хочу чтобы вы сейчас получили что если вы хотите изменить свою жизнь вам необходимо найти на это время и принять это решение она не изменится просто так она будет меняться но это будет вот знаете как если я всегда люблю приводить пример вот мы все с вами едем в автобусе но осознанный человек едет за рулем автобуса и определяет путь они осознанные и я тут как пассажиры куда вас завезут так вот ваша жизнь будет меняться в зависимости от того куда поедет водитель автобуса откуда вас занесет куда вы занесут ваши мысли ваши поступки еще что-то хаотика но если вы пересядете за руд примите такое решение что я за рулем и я нахожу на это время каждый день тогда вы сможете это изменить и вот мой новый рерайтер жизни new generation я вот так назвала я сразу же скажу нельзя проходить если вы не готовы выделить на это время и если вы не готовы выделить на это свое решение поменять жизнь потому что ничего тогда с вами не случится нам необходимо это осознавать и я каждый день точно так же заставляю себя выключиться и заняться ментальными практиками ни о чем не думая потому что я понимаю что все остальные действия не повлияют на мою жизнь так как эти 15 минут я каждый день заставляю себя и не заставляю себя смотреть я заставляю себя отключиться от всего для того чтобы посмотреть тот контент который даст мне правильный пинок знаете как сегодняшний эфир родился я включила видео начала его смотреть и вдруг поняла что я не выходила в эфир и тысячу лет а мне нужно это сделать я сразу же взяла дала в stories вызов до везде там расписала что у меня будет эфир потому что я поняла что это то что мне необходимо меня включил на это чужой контент который я смотрела на это был правильный контент мне сразу же напомню про то кто я про то какие у меня цели и задачи какая моя миссия и что мне надо делать поэтому еще раз если вы хотите изменить свою жизнь вам нужно вписать это в свой план и выделить на это время насколько ваша жизнь не изменится так как вам нужно она будет меняться так как будет получаться и потом не говорите что что-то с вашей жизни не так это первое такое вот инсайт я хочу чтобы вы его понимали что вам на это нужно решение точно так же как с телом вы можете тысячу раз пытаться худеть меньше есть когда вы принимаете такое решение в вашем графике появляется контроль питания и появляются тренировки как вы знаете результат совершенно другой я записала себе пункты ключевые чтобы не потеряться поэтому буду смотреть а так следующий момент до знаете безусловно в любых продажах а мы все что-то продаем с вами друг друга мы знаем такое классное понятие как маркетинг то что такое маркетинг маркетинг этот не только реклама твоего продукта но это еще и разные многоходовочки для того чтобы твой продукт купили и одно из такой многоходовочек которую обожает наш мозг и который использует все и безусловно это очень правильно эта позиция разных скидок распродаж и прочих вещей вы знаете с чем я столкнулась принимая решение в новом рерайтере не делать больше никаких пробных версий не делать больше растущей цены прошлую версию рерайтера жизни мы продавали по принципу например если вы его покупаете за месяц вы его покупаете с 50 процентной скидкой чем ближе дата тем больше растет цена и вот вы знаете я вдруг поняла что многие люди из нас покупают что-либо будь это вещи или тренинги только потому что например какой-то момент видят выгодный прайс и настолько вот бывало ли у вас такое тут такой даже вопрос знаете с ответом однозначным что вы покупали что-то на сейле и потом никогда не носили а покупали только потому что это была какая-то низкая цена например либо крутого бренда либо вообще не крутого бренда но просто низкая цена и вы жадно это хватали да и никогда это не надевали точно так же бывает с тренингами у меня кстати тоже когда идут большие распродажи ты хочешь зацепить какой-то классный мастер-класс и потом его никогда не смотришь или смотришь когда-то да это или там жадность купи там за 50 долларов 150 тренинга дает их покупаешь и никогда не открываешь а поставьте мне просто какие-то знаки кто кто сам кто поддерживает меня и вот я вдруг поняла что когда ты делаешь что-то по-настоящему ценное а я считаю что вот именно мой марафон рерайтер жизни это такой флагманский продукт он очень ценный он реально изменяет людям жизни он реально менять людям мышление он реально рабочий я вдруг поняла что я не хочу чтобы люди покупали его только потому что он какой-то момент стоит недорого и чтобы они ждали этого момента то есть я хочу чтобы мой продукт покупали потому что знали что он охрененно работает что он дает потрясающие результаты а не потому что он сейчас по скидке мне очень импонирует маркетинг луи виттона шанель и еще некоторых брендов у которых никогда не бывает скидок эти бренды люди покупают потому что им нравится вот это их как бы их статус уровень их награда себе и эти бренды делают такие вещи от которых до нормальные люди писают от ужаса они сжигают свои вещи которые они не продали за тысячи долларов они их сжигают потому что принцип бренда таков я вдруг осознала что когда ты делаешь что-то по-настоящему по-настоящему цен на е то ты не должен на людей давить ценой то есть ты не должен манипулировать людьми а маркетинг и цены это манипуляция безусловно ты не должен людьми манипулировать ценой а вместо этого должен повышать ценность своего продукта и делать так чтобы люди просто его хотели и я хочу чтобы эту мысль вы подумали не только в контексте моего рерайтера а в контексте того что делаете вы и очень часто сталкиваюсь с тем что мои клиенты до говорят мне боже я так хочу продать я уже не знаю у меня такая недорогая цена я очень часто даю один и тот же совет повысь цену повысь цену и повысь цену не от балды а повысь цену вместе и отнесись к своему продукту подумай будет ли он самым лучшим для твоих клиентов как сделать так чтобы он работал потому что когда мы продаем что-то дешево мы сами начинаем испытывать некое пренебрежение к тому что мы делаем ну мол и так сойдет ну за эти деньги и так пойдет понимаете да чем я говорю это такой очень важный инсайт я себя словила недавно на мысли что я не хочу больше покупать что-то для себя дешевая я перестала смотреть на вещи с позиции дешево и себя обязательно задаю вопрос хочу ли я этим обладать вот например я купила себе в этом году всю новую технику apple которая вышла ну не все а то чем я пользуюсь там ноутбук телефон 14 и я стояла перед таким вопросом с одной стороны моей голове было на типа война там да там другие ценности нецелесообразно с другой стороны я задала себе вопрос ты покупаешь почему это потому что ты этим все время пользуешься но я действительно с этим работаю постоянно да то есть мой телефон это мой рабочий инструмент мой ноутбук тоже и я поняла что для себя я хочу выбирать лучшие я хочу покупать чтобы чувствовать себя особенно для меня это важно я не хочу можно да за эти деньги купить такой же телефон там какого-то хуавэя да и он может быть будет не хуже но это несколько про другое и вот я вам хочу сказать что война тоже кстати показала мне что мне не хочется больше откладывать хорошие покупки или что-то на потом я хочу сейчас дорастать до того что для меня на самом деле является ценным то есть это ценности какие-то мои внутренние да и прочие штуки и я не хочу позволять маркетингу манипулировать мной и это очень классная штука поэтому я вам тоже рекомендую об этом подумать и подумать не над тем чтобы покупать что-то подешевле искать для себя какие-то а подумать о том что когда вы будете прикладывать усилия для того чтобы купить то что вы желаете вы и относиться к этому будете по-другому вы будете на это смотреть совершенно иначе и это тоже будет выстраивать вас как классного осознанного человека а не человека который просто ну там не знаю пытается быть казаться или что-то урвать следующий момент я прошлый марафон рерайтер жизни которые мы делали мы писали сам книгу о жизни нашей мечты вот о том какую бы мы хотели в принципе жизнь мы создавали ее писали в формате книги сейчас все осталось кроме одного мы пишем не книгу о жизни мечты а мы пишем книгу о жизни которую мы получим через шесть месяцев мы программируем свою жизнь которую мы будем получать через шесть месяцев я даю много разных вещей ну как бы ориентиров медитации прочих штук но самое главное что мы понимаем что это то почему мы идем на шесть месяцев у меня такой в голове родился пример вот знаете есть вы есть огромный большой остров на который вы хотите попасть вы по ним вы не понимаете как туда попасть потому что между вами большой океан да но безусловно сила мысли очень важная штука и нам нужно понимать эту свою большую цель но очень часто в зависимости от того насколько далеко каждый находится на своем расстоянии от этого мостика от этого острова да потому что каждый из нас по-разному развивается у каждого уже есть в жизни какие-то свои достижения так вот многие люди видя такое большое расстояние перестают верить в то что вообще возможно попасть на тот остров и я решила что сегодня в момент когда вопрос жизни и смерти стал для нас очень таким острым да мы полюбить жизнь мы перестали думать что жизнь вечная я создала методологию в которой мы пишем книгу на шесть месяцев в принципе можем это делать регулярно если говорить про образность то вот есть я есть этот большой остров а между островками между островом и мной есть маленькие островки и вот каждые шесть месяцев мы с вами ставим полностью вырисовываем какую я хочу получить жизнь не просто цели а полностью вырисовываем жизнь выписываем ее в свою книгу но через шесть месяцев для того чтобы наш мозг видел это для того чтобы мы мыслили категориями своих возможностей для того чтобы мы расширяли свое сознание так вот я поняла что интересно такую вещь заметила почему людям очень сильно нравилось писать книгу о жизни своей мечты потому что это очень не конкретно мы с вами очень любим мыслить категории неопределенности знаете почему то есть это случится когда-то мы говорим все будет хорошо у тебя когда-то все обязательно получится когда-то смогу дай мне время так говорят люди продолжают делать то что делали вот это неопределенно я это знаете что это наша защита это снятие ответственности за свои действия то есть ты как бы не говоришь когда это будет а ты не ставишь себе каких-то целей достижимых ты говоришь да конечно я тебе обязательно куплю mercedes да конечно мы будем жить когда-то в огромном доме а когда да нет ну когда-то и когда люди говорят про это когда-то им с одной стороны становится легче то с другой стороны их голос говорит как ты собираешься это получить а с третьей ты говоришь ладно когда-то потом вот смотрите например с вами встречаемся в кружочке я говорю давай кто будет со мной заниматься начинает тренироваться следить за питанием чтобы мы через шесть месяцев там не знаю пошли на фитнес бикини и вот рядом девушка сидит и горит да я я иду оля все а другая говорит все остальные кто пришли они не знали они думали что мы будем худеть они говорят нет я хочу конечно похудеть и на фитнес бикини хочу но сегодня я не могу сегодня занята и сегодня не могу принять таких решений ой у меня тут проблемы со здоровьем не надо подумать а мне надо и люди сразу же сливаются потому что одно дело говорить про то что я хочу принимать участие фитнес бикини я хочу похудеть и совсем другое дело встать и начать делать прямо сейчас какой-то промежуток своей цели так вот сейчас я перешла к формату 6 месяцев я пробовала это на себе и могу вам сказать что это невероятно круто потому что самое главное что мы получаем мы убираем синдром отложенной жизни а у нас с вами ну как бы психологически есть такая штука когда мы думаем о чем-то новом у нас включается страх потому что мы боимся всего нового вот так человек устроен перед всем новым у нас страх но когда мы с вами преодолеваем страх вспомните любую ситуацию вы боитесь первый раз выйти и это представиться в новой компании или вы боитесь пойти на первую тренировку там по сайклингу да там на велосипеде или ну вы что-то короче боитесь прыгнуть в бассейн там или выйти в купальнике в незнакомой компании потому что вам кажется что вы несовершенны пойти на свидание вспомните свое состояние когда вы сделали это первый раз поменялись ли название глава рерайтере до рерайтер поменялся пол на стил структура все поменялось все сделано заново все по-другому там нету прошлого рерайтера почти ничего все совсем иначе а так вот вспомните ваше состояние когда вы сделали то чего вы боялись вы помните этот прилив адреналина когда вы от боялись только что а тут вы выходите и вас распирают если у вас была когда-то хотя бы в ней не публичное выступление вы знаете о чем я говорю то есть вас просто начинает переть вы только что это сделали вы прыгаете посмотрите у детей это очень четко проявляется когда ребенок и идет куда-то где он боится что-то делать и потом он выходит он не может успокоиться становиться да у него начинается вот это вот это самый кайф у нас начинает освобождаться энергия энергия это наша это наш бензин с вами да это то на чем мы живем чем более классный здоровый поток нашей энергии тем больше у нас идей тем больше у нас совершений тем больше мы притягиваем свою жизнь крутых ситуаций когда с нами начинает это происходить поэтому вот это конкретика очень необходимо в жизни и вы можете провести себе простой тест сказать какие бы цели если бы поставил на неделю но еще раз рерайтер жизни это не про постановку целей это несколько про другое это про конкретный переход в другую жизнь но я сейчас даю вам примеры просто для жизни да то есть вот если вы себе скажете на неделю так чё там я буду делать на этой неделе так что-нибудь буду там какие-то задачи но если вы себе поставите какую-то задачу особенно в чем-то улучшится повысится не знаю похудеть на килограмм простая задачка казалось для очень многих актуально похудеть на килограмм или начать каждый день по 30 минут заниматься спортом или хотя бы качать пресс 15 минут заработать лишнюю тысячу гривен и вы увидите что вы начнете обкакиваться и обделываться потому что ваш страх в даже в таких простых вещах начнет вас блокировать начнет говорить у меня болит голова у нас не было времени тысячу гривен я сейчас не могу заработать вы можете заболеть стерто-стерто ваше подсознание будет всячески отнекиваться потому что вот этот страх нового нету такой привычки но вы должны понимать что если вы не выработаете в себе эту новую привычку желание и кайфа от изменений опять-таки все ваши истории о том что когда-то вы станете богатым знаменитым известным и очень успешным это все ваши бредни ваши иллюзии на тему это извините скажу сейчас кто-то скажет господин зачем вы ругаетесь это пиздеж вот знаете это пиздеж называется поэтому вы для себя определяете я вот давным-давно перестала себе врат очень стараюсь я каждый раз когда себя ловлю на какой-то фразе и себе говорю так это ты сейчас что сказала ты сейчас это сказала просто чтобы показаться крутой или ты готова поэтому я очень сильно стараюсь отвечать за свои слова вы меня можете кстати на этом ловить если на чем-то подловить я буду деньги платить у меня принцип чувак сказал чувак сделал очень сильно работает поэтому сейчас наши рерайтеры жизни строятся на шести месяцах мне очень хочется чтобы этот марафон проходили люди не один раз и чтобы мы научились по этим шести месяцам двигаться потому что наша задача описать свою жизнь которую мы хотим получить через шесть месяцев получить методики получить готовность своего мозга действий и через шесть месяцев оказаться в этой конкретной реальности вот это для меня как бы очень важная штука ну и чем вообще суть да вот вот что такое рерайтер новый дает вы знаете я много наблюдала во первых я не знал что такая проблема есть у меня оказалось что она была у меня и у моего супруга с которым мы приняли решение разойтись в бизнесе остаться в в дружбе остаться в личных отношениях развитие когда мы начали с ним расходиться мы вдруг поняли что мы срослись мы превратились в двух созависимых людей эмоционально то есть мы напрямую мы не можем разорваться потому что действия одного напрямую влияют на состояние другого и вот мы типа не хотим делать друг другу больно и этим делаем больнее еще сильнее и когда я стала обращать на это внимание и увидела что огромное количество людей не находится в этом состоянии и я хочу об этом поговорить с вами и объяснить потому что вы скорее всего сейчас тоже себя узнаете что такое созависимая история это когда мое настроение мое состояние напрямую влияет зависит от разных вещей например от того что сказал мой партнер от того как он себя повел то есть например если мы поссорились то меня вырубает так что я не могу вообще работать думать то есть вот все я вообще ничего не могу делать или например если меня кто-то не похвалил мама не похвалила меньше примера вам привожу или мама сказала что там что-то с тобой не то все я ничего не могу делать не надо маме теперь обязательно что-то доказать или если на работе например обо мне кто-то что-то сказал я уже все не знаю как мне теперь с этим жить или мой босс сказал что я плохо работаю или меня не давил кто-то вычитал и у меня уже просто полная истерика это пример созависимых отношений созависимые отношения близко переходят в эмоциональные качели то есть смотрите созависимых отношениях это вот как каруселька сейчас как бы вам так показать это смотрю какие-нибудь есть приборчики давайте так смотрите мои наушники смотрите вот качелька у нас и сидит два человека сейчас вот этот человек плохой он наверху он поднимается он начинает на вас что-то говорить вы не там плохо работаешь ты там ты 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 а ты такая расстроилась ушла вниз то ты ему говоришь я расскажу все ваши секреты я бухгалтер вашей фирмы вас посадят в тюрьму он такой нет 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 перестань пожалуйста на следующий день он опять ты там что-то сделала это если говорить про работу часто в личных отношениях бывает такое когда мужчина говорит я тебя люблю я жить без тебя не могу обожаю тебя все ты такая молодец на следующий день говорит ты знаешь я хочу любовницу себе я все-таки понимаю что вот вот тут и не дотягиваешь не хочу на тебе жениться ты опять опустилась потом он говорит вообще я тебе даю деньги ты вообще должна мне подчиняться опускают вас ниже и вообще как я с тобой живу вы уже все вы там все я не хочу уходи собирайся потом на следующий день говорит за юшечка ну прости пожалуйста такое настроение состояние вообще забыли про это вы опять о и эмоционально если вы попадаете в такую зависимость то периодически меняясь ролями а кто-то все равно будет главнее чаще тот кто почувствует что второго он взял на крючок например если вы финансово от кого-то зависите то человек это будет понимать и он вас будет этим все время тыкать но на работе то же самое если босс почувствовал что вы не увольняетесь при том что он вас там унижает и чмрит он будет продолжать это делать потому что здесь подтягивается эмоциональный кайф это психологическая такая штука мы этого не осознаем как правило и не можем разорваться и вот иногда давайте так равно всегда это начинает сильно выматывать и в тот момент когда вы ослабеваете когда у вас нету сил защищаться когда и без того в вашей жизни что-то происходит у вас происходит очень сильная энергетическая утечка и иногда бывает чтобы вдвоем друг от друга устаете вы расстаться не можете потому что вам вроде бы как плохо но когда вы сходитесь вы начинаете друг друга просто убивать вы опять расстаетесь потом думаете да нет начинаете вспоминать хорошее а вы нуждаетесь уже в этих качелях тут знаете как от сахара зависимость включается то есть если вас никто не чмырит никто не унижает то вам этого начинает не хватать вы начинаете искать вы начинаете человека который находится рядом с вами вы начинаете его значит там активно забрасывать очень часто вот мы слышали с вами о таком состоянии как абьюзивные отношения да когда один человек там унижает другого скажем так срывается но знаете что происходит это кстати очень интересная штука значит и она имеет отношение к рерайтеру тоже сейчас я открою смотрите какая интересная штука значит вот есть абьюзер да он там наезжает давайте возьмем другой вариант абьюзер женщина вот например мужчина там от нее зависит он меньше зарабатывает или не приносит денег женщина себя чувствует паре сильной женщина превращается в абьюзера она его все время там ты там ты там не зарабатываешь ты не мужик там не то не все она его гнобит он уходит вот они расстаются он уходит от абьюзера он так устал он приходит в другую пару где нормальная девушка на его любит все знаете что начинает делать он начинает ее абьюзить потому что ему не хватает этих эмоций он к ним привык и ему не хватает драмы доме начинает абьюзить он начинает на нее наезжать он начинает ей говорить ты там то ты там не так ложку положила ты не так оделась ты не так ответила ты мне он начинает не придираться неосознанно потому что он к этому привык понимаете это как в отношениях с родителями да если вы привыкли что мужчина бьет женщину то если вы мужчина вы скорее всего будете бить свою женщину вы так привыкли вы с этим выросли то есть если вы это не проработали не осознали вы не понимаете для вас это окей то же самое происходит в абьюзивных история и тут вот этого смена абьюзера на жертву она бесконечна один абьюзер вторая жертва например может быть так что вы в семье жертва а на работу приходите вас муж тут унижает а на работу на работе вы шеф у вас есть подчиненные какие-то и вы их обьюзить и понимаете потому что вы хотите вы срываетесь на своих подчиненных вы играете эту модель вы видите своего мужа абьюзера вам тоже хочется на кого-то выплеснуть зло вот это да и вы превращаетесь в абьюзера значит о чем это вот всем говорит доктор скажите какой диагноз и причем тут рерайтер жизни оля знаете почему это происходит происходит это по одной простой причине по причине того что вместо того чтобы опираться на себя смотреть на то что я чувствую чего хочу в этой жизни какие у меня цели каких я хочу отношений как я хочу строить свою жизнь как я хочу жить я вместо этого перекладываю ответственность за свое счастье на кого-то другого я все время говорю он на меня кричит поэтому я не могу делать он мне не разрешает он мне не дает возможности я переваливаю на него то есть я не опираюсь на себя я говорю я такая бедная несчастная ничего не могу поделать потому что все вокруг люди мне мешают этот на меня кричит этот не не дает этот меня не уважает этот меня не понимает и мне приходится на него кричать ты переключаешься на других людей теряя себя ты пытаешься их обвинить под них подстроиться по разному тут по-разному проявляешься кто-то виноват в том что у тебя не получается где-то ты бедная несчастная потому что они то тебя никто не поддерживает тебя никто не понимает они дураки все а ты очень умные продвинутые они с ними невозможно он не дает тебе деньги дети тебе с тебя нервы пьют в стране война в космосе дыра космическая у тебя все везде не так а подумать о том кто я чего я хочу и как я могу это поменять нет ни в коем случае от этого у тебя ужас и вот если вы это ловите это говорит в том что у вас прям сильно большая сейчас проблема пока вы ее не решите решается она несложно но пока вы не примете решение что вам пора подумать про себя и вернуться к первому пункту этого эфира выделить блять наконец-то на это время и деньги перестать говорить себе о том что это я сделаю когда-то это не важно это мать вашу самое важное вы проживаете жизнь основываясь на всякой херне так и не зная чего вы хотите так и не умея самостоятельно распоряжаться своей жизнью так и продолжая искать себе эту мужика то бабу то работодателя то еще кого-то кто будет решать ваши проблемы я балдею когда сейчас мне говорят боже ну как же мне с ним уйти как мне с ним расстаться как мне он же он же так ты же взрослая мать твою как мне объяснить детям ты еще выросла здоровой теткой и ты не умеешь разговаривать со своими детьми ты не умеешь за себя отвечать ты не умеешь себя прокормить ты не умеешь понять чего ты хочешь а чему ты всю жизнь училась и чем-то занималась у тебя на это нету времени потому что ты все время занят фигнёй пока вы этого не поймете вся ваша жизнь будет иллюзией вы будете все время рассказывать почему у вас в жизни что-то не получается у вас будет всегда миллиард причин почему что-то не то то война только вид то жопа то хуй какая-то фигня обязательно будет торчать вам из какого-то места уж простите но это правда и вы должны это знать потому что это отвратительно то что на самое важное мы не можем найти время у нас всегда миллиард важнейших дел нам важно купить супер новую кофточку нам важно еще что-то обновить нам важно заняться чем угодно листать до купения грёбаный инстаграм с трендами рилса слушать какие-то грёбаные звучки откладывать свою жизнь на потом для чего вы знаете сегодня позавчера случилась такая интересная история возможно девчонки здесь эти у меня закончился марафон злом реальности три дня и участникам дали возможность приобрести рерайтер жизни презентовали и мне написала девочка участница марафона что она хочет очень принять участие но у нее нету денег достаточно но есть сумма на один марафон но она очень хочет подарить его подруги которая проходила взлом реальности и которая она знает что рерайтер жизни очень сильно нужен как ей оплатить мы помогли у нас часто дарят подарки мы помогли ей это сделать а сегодня мне пишет сергей и говорит ты помнишь эту девочку я говорю конечно он говорит видела только что оплата пришла я говорю да видела ну про покупают марафон не вижу все оплаты конечно он говорит написала та подруга которая она подарила этот марафон и сказала что она хочет подарить своей подруге которая ей подарила рерайтер подарить ей тоже него и знаете я просто порадовалась улыбнулась и подумала блин вот как офигенно иметь таких друзей но вот скажите это просто меня вдохновляет и мотивирует когда такие люди друг с другом встречаются и когда важность сделать хорошее для другого важнее чем для себя и заметьте как вселенная отвечает ответом как это интересно происходит поэтому это очень крутая штука я вам хочу сказать что пока вы не решите что вы достаточно взрослые для того чтобы создавать свою жизнь самостоятельно для того чтобы взять за нее ответственность и перестать бояться вы решили на и оточении вы решили ты вы вы должны понимать вот это настя вы сейчас говорите с перекладыванием ответственности нет решаете вы запомните у вас всегда есть одно право выбора выбрать с кем вы хотите быть где вы хотите быть какую жизнь вы хотите создавать моя мама родилась маленьком городе канатопия и родители ее мои бабушка и дедушка мечтали чтобы она поступила в медицинское училище которое было прямо напротив их окон дома моя мама падала при виде крови в обморок сразу же он палец крови она падала в обморок и для того чтобы ее не заставили туда поступать она в 16 лет собрала чемоданы и уехала в одессу в 19 она первый раз села на пароход было украинское пароходство советское тогда пароходство и ушла в рейс на 9 месяцев и так началась ее карьера рабочая вот она сначала была там на кухне работала потом увидел капитан и сказал что он не может такая красивая работать на кухне и и вывели в официантки потом она стала барменном валютным и так далее и так далее и я спрашиваю маму моя мама ну не то чтобы противоположность мне но если бы вы с ней пообщались вы бы сказали ой это же странно почему она такая вот вот тут очень такая очень такая но моя мама сделала очень непростую штуку как по мне это был я не знаю какой там 70 какой-то год я ее спрашиваю откуда ты взяла эту смелость как ты посмела ведь никто не вылазил она ведь и не знаю я просто поняла что мне нужна другая жизнь я за это безумно благодарна своей маме потому что когда я жила уже с мамой да мы строили жизнь я тоже поняла что моим детям нужна еще другая жизнь что мы должны двигаться по левелам да я поставила тогда свои какие-то цели и задачи и не останавливаюсь и я сейчас и близко не достигла того тех целей глобальных которые я ставлю но я к ним двигаюсь и это невероятно важно потому что мотивирует не то что ты там имеешь сегодня уже или нет но я двигаюсь по тем островкам которые я для себя рисую я очень хочу чтобы вы тоже научились это делать и чтобы вы перестали бояться что какие-то люди или какая-то работа или что-то еще может уходить из вашей жизни чтобы вы знали что вы строители этой жизни вы самое главное что у себя есть в этой жизни и до тех пор пока вы себя держите в здравом уме когда вы умеете распоряжаться своими мыслями создавать свою реальность вас ничто не может остановить и вы ничего не можете бояться рерайтер жизни new generation старт у нас 1 марта еще раз абсолютно новые уроки новая структура новые медитации другой подход с тем чтобы через шесть месяцев не просто написать книгу о той жизни которую мы получим но через шесть месяцев ее получить обновила абсолютно все и продолжаю еще это делать потому что почувствовала эту потребность честно скажу работа колоссальная и глаза вылазят на лоб было очень страшно это начинает потому что когда у тебя есть что-то большое и рабочее постоянно на весах находится зачем это трогать если это уже работает и создана но я такой человек что для меня очень важно быть честной с собой прежде всего и транслировать миру то что сейчас я сама ощущаю чувствую я почувствовала что пришло время сокращать сроки что пришло время научиться жить здесь сейчас не бояться этого достигать то что тебе нужно достигать с удовольствием раскрывая себя чувствуя себя при этом максимально в комфорте вы знаете вчера была годовщина да у нас с начала войны вчера это было так время летит я скажу вам я не назову этот год годом боли слез и роспочек это не простой год но наверное моей жизни не было более даже не знаю какое слово подобрать но этот год подарил мне меня открыл мне меня наверное так не подарил открыл мне меня он дал мне столько силы столько знаний про себя он дал мне столько смелости столько храбрости я приняла все самые сложные решения которые я не могла решить несколько лет в своей голове я приняла их в течение этого года и он принес немного счастья и осознание он показал мне как сильно я люблю свою жизнь как сильно я люблю людей вокруг себя как сильно я люблю свою страну как сильно я люблю свой город как сильно я люблю свой дом наверное бы никогда этого не узнала поэтому вместо того чтобы искать боль и страдания ищите силу ищите двери которые открываются создавайте эти возможности потому что сейчас открылось такое количество дверей с возможностями что даже сложно себе представить до происходят чистки на энергетических уровнях и физических безусловно но мир также меняется и кстати в новом рерайтере я об этом рассказываю потому что все меняется не просто так не забывайте о том что всегда есть сила гораздо больше чем человеческая не стоит об этом забывать события в турции недавно тоже это показали давайте об этом помню поэтому я всем нам желаю выйти на путь своего развития и не покидать его находить во всем силу не позитив как дурачкам а находить силу использовать ее потому что мы с вами пришли в этот мир не для того чтобы прятаться в подвалах и кидать друг друга бомбы подумайте об этом тоже политика политикой страшные вещи которые творят человеческие умы в том числе но пора просыпаться и очень важно думать своей головой как говорили когда-то думать осознавать анализировать и развиваться проживая свой потрясающий невероятный жизненный путь которым бы каким бы точнее он не был мы с вами не можем отвечать за весь мир но мы точно можем отвечать за себя и выбирать с кем нам жить с кем нам спать с кем нам трахаться или заниматься сексом или любовью мы можем выбирать кем нам становиться сколько нам зарабатывать быть счастливыми или каждый день страдать быть людьми которые ведут за собой или быть ведомыми быть хозяевами жизни или быть ее пассажирами быть абьюзерами или быть жертвами или быть здоровыми людьми хотя бы пытаться ими стать на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь ссылка на покупку марафон на рерайтер жизни есть у меня в шапке профиля если у вас есть какие-то вопросы пишите но рано или поздно вы все равно придете на рерайтер так зачем же ждать всем хорошего вечера